Тема доклада углерод из воды. Но прежде чем говорить о сущности вопроса, я хотел бы сказать, что у нас есть вода, как совершенно особое вещество, обладающее свойствами, которыми не обладает ни одно большее из других веществ. Например, вода имеет диэлектрическую проницаемость 81. Так, что-то за... Слуха-как я там. Значит, больше такой диэлектрической проницаемостью не обладает ни одно вещество. Обычно это 3-4. Там, ну, испульсно можно создать чего-нибудь получше. Вода является универсальным почти растворителем, всего чего угодно. Вода может набирать энергию, вода может менять структуру, ну и так далее. Значит, другие вещества этими свойствами не обладают. Поэтому возникает первый вопрос. Как может быть устроена структура воды? Слушай, выйдет тогда что ли? Я не знаю. Понимаете, болтаться будет передо мной будет. Значит, это самое. Значит, как устроена вода? Почему она обладает такими свойствами? И это первый вопрос, который вообще, говоря, надо все время иметь в виду. Эфирная динамика сделала попытку определить структуру воды, исходя из того, как работает, значит, что такое электронная полочка, атомы там и так далее. Вот я попробую сначала вот это объяснить. Ну как бы, но это дело не так. В принципе, любой атом состоит из ядра, который представляет собой терридальный вихрь. Терридальный вихрь. В нем винтовое движение. Почему? Это отдельная тема. Винтовое. Все частицы, какие существуют устойчиво более-менее, значит, все эти частицы имеют терридальные движения, терридальную форму, потому что это вихрь, который, на самом деле, сам на себя и окружен пограничным условием. Это единственная форма, которая может удержать уплотненный эфир в замкнутом локальном пространстве, благодаря пограничным условиям. Поскольку в терридальном движении, в терридальном движении, вот второе, основное движение вот это, терридальное, значит, здесь вот так, здесь вот так, а здесь вот так. Здесь дырка маленькая, поэтому скорость вращения здесь большая, перемещение, а здесь площадь большая, поэтому, значит, здесь скорость маленькая. кто спрашивается куда эта скорость девалась так вот эта скорость идет вот так вот так вот так и поскольку она уменьшается а это уменьшить ее не за счет чего вот эта штука начинает поворачиваться вот так вот так и образуется вращательные движения я говорю что это вот должен быть священ отдельный пока что так вот так появился остального вертина вот и отсюда все это делаем всегда имеет винтовое движение электронная оболочка в этом плане выглядит как значит присоединенный вихрь значит извините выглядит как присоединенный вихрь значит вот у нас второй вот таким образом здесь значит происходит вот такое движение и захватывает вокруг и здесь есть значит получается так что поскольку дырка маленькая но здесь соответственно то же самое поскольку дырка маленькая то это положение неустойчиво вот это соответствует ионизированному значит ионизированному атому водорода но если вас здесь перекрыть или как-то любое возмущение тогда вот эти потоки заворачиваются вот сюда это и есть присоединенный вихрь в интерпретации жуковского еще значит и тогда получается так что вот это движение вот это движение идет кольцевое идет в одну сторону а то вероятное движение здесь здесь идет по часовой стрелке а здесь там идет против часовой стрелки поэтому это правое это левое это левое вот это и вся там водорода нейтральный он сразу дает ответный вопрос почему в нейтральном атоме мы всегда имеем количество электронов пропорциональное количество протонов в столовой надо идти это самое а не инрекции вот понимаете что и наконец есть нейтрон который есть тот же самый протон только в результате того что имеет место конкуренции потоков получается так что они соединяются тароидами тароидами потоками вот один протон вот второй протон они вынуждены встать вот таким образом здесь они параллельные движения здесь падение давления падение давления внешние давления приталкивают друг к другу значит вот если вот так один протон другой протон и вот при таком соединении получается здесь так здесь так если два потока конкуренции дырка маленькая дырка составляет примерно одну десятую от внешнего диаметра значит тогда один поток тормозится значит вот все это дело останавливается кольцевое движение за этот поток не проходит и вот этот протон где был протон теперь он стал нейтроном потому что перед собой движение это электрическое поле вот так они примерно образуются когда мы говорим о воде то получается очень интересная картинка значит мы пишем воду как h2o ну с точки зрения количественной это все равно с точки зрения структурной это совершенно неправильно надо писать так h o h потому что вот эти два водорода не соединены между собой они соединены оба на кислород подсчитаны углы под которыми они соединяются и выглядит это вот таким образом значит вот есть ядро кислорода это вот его присоединенная оболочка вот здесь протоны помещается вот так как я нарисовал но поскольку движение видовое вот это поверхность движения идет вот так вот здесь идет вот сюда это промоделировано проверено а если посмотреть вот если два протона сверху то получается так что вот этот дует так сказать ну скажем вот сюда а вот это дует сюда но с это движение со взвигом со взвигом в пространстве значит вот и бит находящийся рядышком он начинает увлекаться сюда и сюда значит эти потоки на поиск на расстоянии очень небольшом друг от друга и начинает здесь должен образовываться вот такой вихрь вот такой ну который изображается на символов геркурий но этот поток должен куда-то уходить значит он уходит вот сюда он уходит вот сюда размеры а вот здесь кислород размеры значит вот это размер 10 минус 10 метра ядро который здесь находится это 10 минус 15 метра а вот этот поток значит уже будет больше сколько не знаю но это может быть порядка 10 минус 8 а 10 минус 8 до 10 минус 6 метра это означает что вот в эту область помещается много атомов они все находятся в ходящем состоянии все находятся в хаотическом состоянии относительно другую повернуты вообще говоря это сил это область вандервальса то есть межмолекулярных сил но как устроена область вандервальса в науке как говорится сведений нет из аферодинамики кое-что можно так сказать запретить а про эту штуку вообще ничего не используя но здесь видно что вот здесь благодаря центробежной силе вот здесь и вот здесь и вот здесь и вот здесь образуются области понежного давления эфира поэтому молекулы которые находятся вот где-то даже здесь будут затягиваться сюда чем объяснять можно объяснить хотя бы в принципе значит можно объяснить растворимость водой растворение водой самых разнообразных значит веществ то есть разность давлений загоняет их сюда дальше здесь может появляется новое значит это может быть уплотненный только вихрь это означает что плотность эфира вот в среднем когда все молекулы набьются 81 раз больше 81 раз больше чем любой электронной оболочки там и так далее и так далее благодаря вот этой такой конструкции ну дальше значит сюда может иметься много чего но когда вы начинаете упорядочить структуру скажем магнитным полем или каким-то другим способом они начинают выстраиваться таким образом вот у вас вот эта штука вот они переключаются вот здесь вот так соседей будет иметь такую же структуру вот так или они будут стремиться здесь соединиться антипараллельно но кроме того это может пойти сюда это может пойти сюда дальше 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 это же самое происходит при замерзании воды и определяет ее особые качества после того как вода расставила еще структура сохранилась некоторых лет потом начинается и половое движение все это дело распространяется так далее то есть понимаете такие представления ну хорошо ли плохо ли это конечно так сказать первые попытки но они позволяют все-таки представить себе механизм а все остальные нормальные свойства там разложение там понимаете плюс-минус там и так далее и так далее живое и мертвое они уже укладываются в свои рамки обычно а вот это так сказать имеет смысл подключить это подарок значит ну это так сказать преамула так включите пожалуйста отца где проектор да где там командир куда он делся куда он делся там моего руина неслов да нет это тот самый неслов проектор имени включили проектор неслов ну куда он делся там клопник я вам выключил его на компьютере ну я выключил товарищи дорогие не лезьте сами я уже не помню он выключил компьютер я не знаю как здесь включить ну ладно хорошо пошел пошел проектор пошел на экран я не понимаю экран надо опустить а проектор включился экран я не знаю я не знаю что в 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 Так, углерод из воды. Так, эфир и динамика претендует еще на векторе момента, а именно на прихладной интересе. У нас есть чем заняться в плане наших всех социальных проблем, в плане не только понимания процессов, что, так сказать, можно все-таки попытаться сделать с помощью именно эфир и динамики, которая переводит любой процесс на следующий уровень организации матери, так сказать, более мелкий, что ли. Это соответствует общей тенденции развития естестводнания. Значит, природа в целом, вещество, молекула, атом, элементарные частицы. Вот сейчас следующее. И поэтому, так сказать, эфир и динамика, в принципе, стоит вся история развития естестводнания. Эфир и динамика не нуждаются в постулатах. Нет ни одного постулата. Выработала логику, которая подсказалась на Сейнштейн, потому что логика заключалась у Эйнштейна в том, что начинается все дело с инварианта. На квадратном варианте была вот такая штука. Ошибка заключалась в том, что частное явление, вот это, он принял за общее. Что делать с категорических причинами. То есть, вот это все, вот это, это, это и вот это, это общее, это то, что у нас везде всегда есть. Это и есть общие физические инварианты. Любая теория должна проверяться на инвариантность. Если вот эти всеобщие инварианты всегда выступают как аргументы и никогда не могут выступать как функции, то любая теория должна смотреть, она соблюдает вот это правило или нет. Если соблюдает, то у нее есть шанс быть верным. Но если она не соблюдает, то разговаривает там ничем. Она не соответствует природе. Ну, вот здесь, слава богу, у нас получается так более-менее нормально. Вот. Поэтому, значит, вот это и было положено, так сказать, в основу эфириденапию. Все остальное только чистая логика. Причем на каждом шагу само приходит единственное решение. Ну, во все оказалось, возможно, послушайте. Но я сейчас о другом. Я думаю, что у нас имеется масса кризисов. Ну, чем она порождена? Это вопрос социологии. Они порождены кризисом капитализма. Его развитием в форме империализма. Когда начинаются всеобщие войны. И, понимаете, состоит вопрос вообще валютар. Если капитализм будет сохраняться, то мы с должны. Это должно все очень четко понимать. И не просто абстрактно с должны, а конкретно, как в Украине. Потому что единственный вариант, как можно, так сказать, с точки зрения олигархов, так сказать, спасти себя, то есть их, это значит устраивать непрерывные войны. Вот они и устраиваются непрерывные. Но на самом деле в результате возникает масса естественных кризисов. Это значит кризис демографический. Это кризис продовольственный. Это кризис научный. Ну и так далее, и так далее. Этих кризисов десяток. Все они имеют вот тот корень под собой. Например, значит, вот сейчас существуют достаточно широкие попытки, значит, с помощью новейших технологий решить проблемы экономики. Понимаете? А потом начинается, что когда изобретатель придумал что-то новое, хорошее, понимаете, там все такое, пытается внедрить, он внедрить не нужно. Это происходит вообще в любой общественной экономической информации, которая на конечном этапе, значит, оказывается не нуждающейся в новизне, потому что сильные меры всего и так хорошо. То есть технологии налажены, что будет потом принцип фаратузских хоролей. После нас хоть потом. Ну вот. Поэтому заниматься наукой надо, потому что это создает задел последующую информацию. Но следующая информация либо будет, либо мы вот так все перейдем. Тут выбор очень простой. Так вот, в частности, в 1788 году Томас Мальдус, основатель первой кафедры политэкономии, когда на Земле было 800 миллионов человек, меньше миллиарда, значит, произнес, что на Земле слишком много народу, природа всех прикормить не может, и поэтому надо приступить к планомерному регулированию населения. Ну, простыми способами, эпидемиями, войнами и так далее. В 1810 году исполнилось 1 миллиард. Ну, значит, эта тенденция, так сказать, продолжалась по обоим направлениям. Направление того, что население растет, несмотря на все эти самые предложения, так сказать, гуманные. Вот. Но, значит, эти гуманные предложения возражались в том, что, например, Англия, как передовая капиталистическая держава, провела уже тогда, значит, в 19-м году, я посмотрел в анциклопедии на букву А. Там есть англа какие-нибудь войны, и есть американо тоже какие-нибудь войны. Америка продолжает эту славную традицию, вот, значит, но не учитывая одно, что, значит, в 1930-м году стало 2 миллиарда, миллиарда человек. В 1953-м году стало 3 миллиарда человек на Земле. Сейчас 7 миллиардов с небольшим. Ну и, значит, всем понятно, что избыточное население есть и некоторые. Кормить скоро будет нечем, питьевая вода кончается. Обычно это проявлено, на самом деле, с пресной водой, так сказать, напряженки. Ну и так далее. Значит, спрашивается, к чему это приведет. Ну, вообще понятно. Что-то приведет обязательно к воинам, что-то приведет обязательно, так сказать, к новым, так сказать, кризисам и так далее. Вместо жительства там и прочее. Но оказывается, что все сытые страны уменьшают свое население. Все. В Европе это кроме Греции и Португалии. Все остальные, вот, понимаете, французы говорят, что Париж – это город, в котором когда-то жили французы. Там уже Алжирцев полно. Еще неизвестно, кого больше. Вот они сейчас с этим делом столкнулись, ну и так далее. Понимаете, оказывается, для того, что… Да, а Вторая мировая война убрала 100 миллионов человек. 100 миллионов. Это было два с половиной процента от общего состава населения того рода. Через три года это было полностью восстановлено. То есть, с точки зрения демографии, даже войны такого масштаба не решают проблемы. Но, если народ накормить, обкультурить, то население само начинает убывать. Потому что, понимаете, у нас считается… Вот у меня многодетная семья. У меня три ребенка. Представляете, многодетная. До революции 10, 12, там, 18 детей – это было обычно. А сейчас три ребенка – это уже многодетная семья. Потому что большинство либо не заводит детей, и многие не заводят детей, либо, значит, даже не дотягивают до двух. Потому что они живут для себя. Понимаете? Так вот, народу надо накормить. Надо накормить. У нас сейчас есть все, значит, возможности, все технологии. Уже сегодня обеспечены сытую жизнь всем. Но этого не делается. Почему? Мы зато гордимся тем, что Россия, например, имеет количество олигархов на душу населения больше, чем любая другая страна в мире. Вот это предмет нашей национальной гордости. Накормить. Ну, когда мы говорим о том, что надо накормить, то возникает серия вопросов. Например, количество сельскохозяйственных земель уменьшается. Имеется масса пустынь, которым вообще толком никто не занимается. Значит, горы там и так далее. И стоит вопрос о том, да, и все это дело зависит от состояния погоды. Поэтому возник вопрос о том, что нельзя ли хотя бы часть сельскохозяйственной продукции получать, так сказать, независимо от погоды. На предприятиях, в серии. Оказывается, кое-что сделать можно. Значит, меня заинтересовал вопрос. Почему лист зеленый? Мы говорим о том, что мы говорим. Но зеленый лист тогда, когда из каждого охотника, который желает знать, где сидят фазары, выбирается только красный спектр. Красный спектр. И он поглощается зеленым листом. Если вы возьмете зеленый лист и зайдете в комнату, освещенную красным светом, он будет черный. Красный свет весь подлощит. Но красный свет имеет длину волны 700 миллимикрон. А синий свет имеет длину волны 3 миллимикрона. И по энергетике синий свет примерно в 6,5-7 раз более энергичен, чем красный свет. А поглощается красный свет? Что делать? Вот меня заинтересовал вопрос. Похоже, что удалось найти ответ. Ответ заключается в следующем. Да. Откуда растения берут углерод? Значит, если любое органическое, там, дерево, там, ствол, там, листочки, там, чего угодно, цветочки, высушить, то выяснится, что там содержится 13% углерода. А в воздухе содержится 1 сотая процента углерода. И все биологи считают, что этого достаточно для того, чтобы вот эти 13% так себе получить. Это то ли Тимирятев это в свое время придумал, то ли еще кто-то такое. Но только, когда никакого ветра нет весной, и есть вода в газобилии, и есть свет в газобилии, растения растут в лучшем виде. И они не могут получать энергию из воздуха в нужном количестве. Значит, было два гражданина. Один москвич Шестопалов, другой в почелке Алексеева в Белгородской губернии Галкин, которые провели соответствующий эксперимент. Они брали комнатные растения, помещали их в очищенный песок, речной, подавали туда очищенную воду, так сказать, чтобы никаких там еще не было. И, значит, заполняли в этом самом, вот, в колпаке, куда они издали это растение, заполняли, значит, газом, азотом в первую очередь, из дюаров, из дюаров. И потом, значит, благородными газами, разнообразными, криптоном, ксеноном, аргоном, ну и так далее. И выяснили, что если вода подается, и свет в изобилии, то растут эти растения в лучшем виде. Растут, развиваются все через почти, но только три недели. Через три недели они начинают чахнуть, но если туда добавить небольшое количество углекислого газа, они снова начинают расти, там, значит, все это качество предложить. Ими сделали совершенно правильный вывод, что растения берут углерод не из воздуха. Во-первых, потому что его не хватает совершенно, но там на три порядка, по крайней мере, не сходится, вообще не сходится. Ну вот, и самое второе, что, значит, их опыт подтвердил, они на газовые атмосферы вообще не реагируют. Но, когда начинают чахнуть, то у них такое сравнение обоих, что, ребята, мы же не состоим из соли. Не состоим. Но соль нам нужна, ну в небольших количествах, но нужно. Вот с растением примерно то же самое. Мне этот посылку очень нравится, я с ним полностью согласен. Но возникает вопрос, откуда же растения все-таки берут углерод? Когда мы смотрим кислород... Да, ну вот здесь показано население, так сказать, земли, как растет. Значит, как остановились росты и численности. Ну, я уже сказал, накормить их. Да, в России один гектар кормит одного человека. Понимаете? Вот когда говорят, там сто миллионов гектаров засеяние, еще что-то меня всегда удивлялось. За счет так много. Оказывается, это нужно. Потому что в России зоны рискованы в земледелии. Значит, нужно гектар. Значит, за хлебушку мы идем в магазин, не понимая, где он растет. За мясом мы идем в магазин, а это земля. Значит, ну и так далее. Скажем, допустим, кожа там на бассейне тоже это земля. Понимаете? Значит, порох это земля. Это хлопок там и так далее. Короче, выразили, не только на то, чтобы там поесть три раза в день. Вот. Значит, земля. На Украине один гектар кормит трех человек. Все равно земли надо много там, ну и так далее. Вот. Значит. Ну, в пути, значит, решение это ладно. Бог себе, я уже немножко сказал об этом. Вот как, вот смотрите, что получается. Значит, вот кислород. Идет от H2O. Вот эта структура. Если бы, да, и вот его ядро. Кислород. Значит, три альфа-частицы. И четыре. Значит, четыре альфа-частицы это кислород. А углерод это три альфа-частицы. Значит, если бы нам удалось выгнать одну альфа-частицу, то мы получаем углерод. В любом количестве. Сколько воды, столько мы можем оттуда выдасти. Ну, конечно, так сказать, КПД, как всегда, не очень высокий. Но тем не менее. Значит, поэтому углерод плюс альфа-частицы. Структура атома такая. Когда вы берёте три шарика и соединяете их между собой, вы получаете треугольный. Но, значит, альфа-частицы это не совсем твёрдый шарик. Это сумма битрей. Они упругие. И когда они соединяются вместе, они начинают вытягиваться, так сказать, вдоль параллельного длинного соединения. Вот, значит, и тогда четвёртая альфа-частица сюда уже не помещается, а в такой виде неустойчива. Значит, а она помещается сверху. Но вот эти поверхности, которыми она соединяется, многократно меньше, чем те поверхности, которые соединяются. Поэтому энергия связи распределяется здесь неравномерно. Основная часть энергии связи в МЭП, значит, она уходит вот сюда. А остатки идут сюда. Если вы эту альфа-частицу пытаетесь присунуть сюда, она оттолкивается. Если вы пытаетесь её оттолкнуть, она притягивается. Это означает, что это пружинный майник. И частота этого пружинного майника где-то порядка 10-30 степени Гц. Значит, если бы нам удалось раскачать вот эту штуку, чтобы она вышла в какой-то момент за пределы пограничного слоя, она вылесит сама. Тогда это означает, что при сменении таких реакций должен иссякать гелий. К сожалению, наши исследователи на этот счёт, то, что у них делается под колпаком, не исследованы. С гелием мы работаем непросто. Это очень летучая штука. Идёт в любую щель, сколько угодно. Но под колпаком она всё-таки должна собираться. И поэтому, если его оттуда не выпускать или как-то откачивать на другое место, то можно привести гелевое на другое место. Отсюда первая задача. Для того, чтобы убедиться в этом деле, надо понять, выделяется гель или нет. Наш земля должен сказать, что либо туда, либо сюда. Оттуда? Ну, пожалуйста. Только тихо и молча. Вот. Значит, самая... Понимаете, какая история? Наша земля-матушка во многих местах имеет гелевые источники. Ну, никто не знает толком, почему и зачем. Даже этим делом пользуюсь. Да, это гелий как-то добывает. Но гелий — это свидетельство того, что в нашей земле идут ядерные реакции, так называемый холодный ядерный синтез, или как его там называют. Понимаете? Значит, холодный. И это означает, что мы непрерывно имеем, значит, вот, холодный ядерный синтез по всей толще земли там как угодно. Что, как, почему — это второй вопрос. Но это постановка задачи о том, что этим надо заниматься. О том, какие это прогностические моменты имеют — это я скажу чуть лучше. Короче говоря, для того, чтобы понять, кто может раскачать эту штуку, надо посмотреть, как устроен фотон. Потому что по фотону в нашей физике абсолютно нулевые данные. Так, сейчас, минуточку. Это что такое? Так, значит, я в свое время составил техническое задание для фотона. Значит, свойства фотона. Значит, свойства фотона рассмотрены в физике совершенно невероятно. Ну, например, это поперечные колебания. Докладываю, что ни в одной сплошной среде никакие поперечные колебания не могут разозряться вообще. Продольные, пожалуйста. Значит, вот толкнули сюда. Вот она поехала. Вот я разговариваю с вами на продольных колебаниях акустика, значит, звук там. А продольные колебания нет. Почему? Потому что вообще их нет, не существует. И если мы имеем явление, похожее на продольные колебания, то это означает, что это не колебания, а что-то другое. Никаких тут вариантов есть, я не могу сказать. Вот у вас есть струна. Вот струна. Вы ударили её вот так и пошли поперечные колебания. Вот у вас есть поверхность моря, вот поверхность моря. Вы бросили камень и у вас пошли круговые колебания. Ну и есть прямые камни. Ну, а эти колебания могут быть тогда, когда у вас есть разная сплотностьspace здесь и вот здесь. И когда у вас есть восстанавливающая сила, Когда мы стукнули сюда, она отвергла сюда, и, значит, тянет обратно, она потом пошла сюда, ну и так далее, и так далее. В сплошных средах ничего этого дела нет. Нет областей, в которых другая плотность, и нет никакой восстанавливающей силы, которая это делает. А это означает, что там всего есть так называемые волны релея, которые известны, поперечные действительно. Но это волны поворота. Когда у вас вот эта молекула двинулась сюда, она подождилась за собой в следующий, но уже на внейший угол. И вот это поперечные колебания, или так называемые температурные колебания, значит, они распространяются от силы на 5 до 7 межмолекулярных размеров. Они как и небольшие. Поэтому установившиеся физики с достаточно далеких времен понятие о поперечных колебаниях в Фирии даже, значит, оно не основано на чем. Оно никем никогда не было доказано. И оно противоречит элементарным представлениям о сущих поперечных колебаний. Значит, если мы имеем интерференцию, дифференцию, дифференцию, это что-то другое. Вот дальше я составил, значит, да, теперь известным оптикам, не физикам теоретикам, а оптикам, даже написанным в учебниках, что фотон состоит из миллионов колебаний. Дальше, что наименьший элемент света фотон несет в себе энергию, которая согласно законному плану Е равно Ашню. Отсюда, чем выше частота, тем больше энергия, о чем я уже говорил. Свет, излученный атомом отдельно, или группой атомов, которые находятся близко, всегда поляризован. Следующий фотон может иметь другую ориентацию. Но принципиально этот фотон строго поляризован, вот этот фотон по-другому, но тоже строго поляризован и так далее. Фотон как частица, не имеет электрического заряда. Фотон может обладать одним из двух значений спина, либо плюс единица, либо минус единица. То есть, либо плюс единица, то есть, когда вы на него смотрите, он вращается противочасовой стрелы, либо минус единица, то же самое фотон, он вращается в этом направлении. Дальше, свет обладает давлением, следовательно, фотон обладает массой. Спокоящийся фотон, значит, массой якобы не обладает, но по простой причине, что спокоящегося фотона не существует. Так же, как дымовое кольцо, которое уречи выгодно, оно сразу начинает идти. Вы не можете вот этот фотон остановить. Почему? А он отгребает внешние периферии от среды. И он всегда идет вот дыркой вперед. Вот так. Так, что еще? Свет обладает свойствами интерференции и дифракции, что позволяет считать фотоны волнами. Параллельно ориентированные фотоны интерферируют. А взаимно перфендикулярные поляризованные фотоны не интерферируют. Это мною ничего не выдумано. Это я просто, так сказать, по разным случаям собрал технические задания. И вот теперь надо найти эферную эференовичную структуру, которая всеми здесь свойствами удовлетворяет. Сейчас попробую дальше. Так, что-то у меня тут опять застряло. Так. А, вот так. Вот фотон. Нет, не пять минут. Придется потерпеть. Боже, вы меня извините. Да, да, да. Пять минут. Нет, я понимаю, что вы наставили. Но мы проголосуем и решим. Вот. Значит, вот устройство фотонов. Это набор линейных веклей. Набор линейных веклей. Длина волны. Это расстояние неожиданной земли. Вот сечение каждого векля. Вот здесь вот так. Значит, это самое. И наиболее близко есть такая дорожка кармана. Вот сосудом, который идет с лупой кормой, образуется в шахматном порядке вот такая веклевая дорожка. Значит, были получены экспериментально немного. Значит, вот такая дорожка кармана. Значит, в литературе это дело есть. Значит. Ну и вот дальше вот. Что получается? Значит, фотон имеет сечение, значит, 2 лямбда на 2 лямбда и на метр. Миллиона карибарий. И когда фотон падает, значит, то получается так, его сечение примерно микрон на микрон. Длина, значит, миллиона карибарий, значит, это метр. Вот когда фотон падает на атом, он падает на много атомов сразу. На много. И начинает, значит, вот здесь, ну, вот это, так сказать, присоединенный микрон. Он в 100, значит, в 100, 10 в пятой степени, это что у нас, значит, 100 тысяч раз больше, чем гидро. Начал падать сюда. А здесь идет вращение. Здесь скорость маленькая относительно, здесь скорость очень большая. И тогда приходится разобрать, что такое, значит, резонанс. На самом деле мы имеем три вида резонансов. Один вид резонанса, это в радиотехнике, когда вы подаете кучу всяких этих самых частот, и в контур выделяет те частоты, которые, значит, на которые у нас живут. Но мамаши на детских площадках никогда не используют такой вид резонанса. Детя качается, она его подталкивает. Синфазно подталкивает. Но есть третий вид резонанса, когда она подталкивает. Не каждый раз. Один раз там, значит, ну, скажем, 10-15 колебаний. Все зависит от добротности вот этого колебательного контуры. О потере. Она начинает термозить, она его подталкивает, она начинает термозить, подталкивает. Добротность качелей легко подсчитывается. Но в эфире добротности составляет миллионы и миллиарды добротности. И поэтому, когда фотон падает, то эти колебания, так сказать, возбуждают здесь, во все это в руках. Здесь идет медленный комжерс, вырубает быстро. Что соответствует уже совсем другими частотами. Значит, частота фотонов это в среднем 10-14 степеней Герц. Нам уже 10-13 степеней Герц. Если смотреть по отношению там размеров и так далее, то только за счет площади, за счет площади мы получаем уже не 10-14, а 10-24. Ну и еще, значит, она дотягивает на наши неточности расслуживаний, на то, что на самом деле здесь имеется еще площадка. Короче говоря, мы уже подошли близко к тому, что расчетные данные совпадают с этим самым. И тогда начинает раскачиваться вот ядро. Вот через электронную полочку начинает раскачиваться ядро. В конце концов, это приводит к тому, что четвертая часть выскакивает. И мы получаем цепочку HCH, уже готовую для химических превращений. Этим занимается химическим. Ну, по крайней мере, такое представление здесь. Ну, что из этого вытекает? Ай, видите. Что из этого вытекает? Ну, давайте смотреть, что из этого вытекает. Из этого вытекает, вот, значит, что наши уважаемые товарищи. Вот это Галкин, значит, из Белгородской области. Вот этот самый Шестопалов из Москвы. Вот его эксперименты. Значит, они у меня опубликованы в пятом томе, значит, пятитомника. Значит, начало эфиродинамического естества знания. Вот. И отсюда вытекает, что надо ставить эксперимент соответствующий. Что мы в будущем можем иметь много километровые, значит, предприятия, оранжереи, многоэтажные. Мы можем засвечивать их с помощью красных, значит, фотодиодов. Вот. Экономить, значит, таким образом энергию в несколько раз. Получать какое-то очень большое количество урожаев в год. Но, к сожалению, это касается не всех растений. С остальными надо просто определяться, где как что. По телевизору это даже показали, что в Германии подобное урожаею уже сделали. Ну, в опытном порядке. Но они туда сразу начали добавлять ультрафиолет в небольших количествах. Ну, наверное, эмпирически с чему-то прошли. Но, по крайней мере, как в постановках задачи здесь совершенно ясно, прозрачно. И у меня есть, так сказать, как она не приходится, сына, который на даче сказал, что она обязательно займется вот этим делом, где это интересно. Поэтому приглашаем исследователей, которые хотели бы этим делом заняться. Значит, вот здесь, ну, я вам могу еще раз написать, как с анализацией, значит, получить необходимое... А вот, внизу есть, внизу есть, Владимир Макимович, контакт. А, есть, есть, да-да-да. Вот, поэтому, кому это интересно, запишите. Подъясните. Я просто проверю, вот, докончу. Значит, давайте я закончу, что же? Нет, 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 буквально несколько минут. Да, я вам доказываю. А, хорошо, доброе. Все, давай, все, другое. Вон, в коридоре. Идите сюда, зайдите, Валерий Макимович. Скорее. Ну, пусть, пусть. Затойте, затойте. Ковалева, да. Так. Ковалева, да. Значит, таким образом, вот, приглашаю, запишите, вот, мои данные. Кому надо, запишите, пожалуйста. И еще такое дело, вот там лежат аннотации на отдельных листочках, аннотации 26 книг, которые помещены на дисках. Вот, кто, можно аннотации взять, посмотреть и положить их на место, потому что они предназначены для тех, кто будет бронетический. Это отдельный вопрос. Ну, что дальше? А дальше вообще, вот, поэма. Значит, поэма такая. Вот, смотрите. Ах ты, елки-палки. Ладно. Что-то не так, не так себя. Ну, ладно. Значит, поднимись. А, Кэрр, как вот здесь поднимается, да? А, вот, давайте. Выключить. Так, ну, вот это... Сейчас выключим. Это самое... Выключить проект. Нет, а проект тогда выключить. Выключить. Вот, теперь, смотрите, еще какие-то интересные чудеса. Вот у нас есть нефть. Нефть. Откуда она берется? Значит, нефть берется, оказывается... Это самый минерал, который наиболее распространен. Это песок. Или силисуму-2. Силисуму-2. Это 28 атомный вес. Это 32. Всего равно 60. Но, с вашего разрешения, это 5 готовых атомов углеродов. Здесь, если их перетаскивать. Ведь, понимаете, у нас сложилось какое-то представление о ягерных реакциях. Вот, вы должны вытащить частицу. Вы ее вытаскиваете, совершаете громадную работу. Там, в моемах, это исчисляется какими-то десятками мегаэлектрон-вольт. Понимаете, значит, надо предложить большую работу. Потом вы ее тащите и воткнули ее куда-то в другую. Вы получаете энергию там и так далее. Понимаете, это не обязательно делать. Вы представьте себе такое дело. Вот лежит предмет. Вот лежит предмет. Одно дело, когда вы должны его поднять. А другое дело, когда его должны перетащить. Не надо его поднимать. Этот вид ягерных реакций, но я что-то не заметил. Чтобы кто-то о нем хотя бы говорил даже. А ведь это очевидно. Понимаете, если отсюда отнять одну альпо-частицу, минус альпо-частицу и прибавить эту альпо-частицу вот сюда отнять, а сюда прибавить альпо-частицу, что мы получаем? Мы получаем здесь 24, а здесь мы получаем 32. 24 это два атома углерода или один магний, а 32 это серо. Я поехал к биологу выяснять, есть ли нефтяные месторождения без серы. Потупив очи, геологи сказали, что таких месторождений в мире нет. Они все серы. А еще потупив очи, еще глубже, они сказали, а кроме того опытных водок, есть вся таблица Менделеева. Вот вам ответ на вопрос. Когда я еще лет 40 тому назад узнал случайно, что в Черном море, значит, вся заполнена сероводородом, а что такое сероводород? Значит, H2S, H2S. Это будет 34, а вода H2O, H2O. Это будет, что у нас тут, 16, нет, 12, 14, да? 18. А, да, извините, 18. 18. То совершенно ясно, что сероводород тяжелее, чем вода. Вот и заполняйте еще в котлоне. Я тогда сразу сказал, что по берегам Черного моря должна быть найдена нефть. И она нашли недавно. Промышленную нефть. Понимаете? А когда я попытался посмотреть, где есть нефть на земном шаре, то, оказывается, нефть есть везде, кроме тех мест, куда не вступала она, как геолога. Может быть, там тоже есть. Вот, пока не есть нефть, она не ориентальная. Это другое дело. Но она есть. Вот. Поэтому, значит, здесь возникает такая, так сказать, возможность. Ну, например, она, наверное, будет очень невыгодна. Из песка делают нефть. Если кому-то это будет надо, я думаю, что это будет крайне невыгодно. И драка занятий будет продолжаться. Но есть еще одна интересная проблема. В шахтах выделяется метан. Что такое метан? С, H4. Какая у него, так сказать, масса? 16. 12 плюс 4. 16. А у кислорода тоже 16. Сырье-то готовое. И теперь стоит задача о том, чтобы понять, при каких условиях образуется метан. Может быть, это электросварка позволяет... Там же влаги полно. Понимаете? Готовое сырье. Но надо понять. Может быть, нельзя применять электрическую сварку. Может быть, есть еще какие-то так все дела. Но этим надо заняться. Потому что гибнут люди в громадных количествах. Понимаете? Вот там не копали. Там не было человека, не было воды, не было метана. Пришел человек, начал там голбаться. Понимаете? Может быть, он неаккуратно сбивает угли. Ну, мало еще там может быть. Предмет надо знать. Потому что в наших руках лежит возможный, хотя бы потенциальный. Предотвращайся от этого дела, если мы поймем причину. Ну, в целом у меня в среднем все. Значит, сейчас смену. Вот поэтому, значит... Эфир, это я вам рассказал один. Вот это там, в Натильске, там 26 книг. И, так сказать, они посвящены разным аспектам всего этого дела. Ну, например, продольные волны, о которых я буду рассказывать завтра. Значит, которые были проверены, предъявлены комиссии в морской воде. Что академик Игорь Евгеньевич там в свое время сказал адмиралу Горшкову, что этого быть не может. В принципе, и были остановлены работы по всем институтам в результате. Понимаете? А в Америке нашелся некий Минто, который продолжил эти работы. И вот тут же забрал военно-морские силы Штатов. И в каком состоянии это вопросно будет, неизвестно. Но я-то их получил. Я их предъявил на 1 мегагерст на 10 километров. А сам брал на 20. А на самом деле они идут еще дальше. Понимаете, какая история? Значит, эфирия динамика начинает проявлять себя как прикладная наука. Соответственно, должна появиться прикладная философия. К этому есть все предпосылки. А не то, что нам рассказывают философы. Археологию философии. Что думал Аристохил, что думал Гегер. Философия стучится в вере. Это не академийская наука. Но это не то совсем, что преподают. Ну и так далее, и так далее. Поэтому я рекомендую. Вот там лежит десяток аннотаций. Ну посмотрите, пока они тут. А кто, так сказать, захочет детские подобрести, сразу скажу. Есть 100 тысяч рублей. На нем книг примерно на 6-7 тысяч рублей. Есть их бумажные мисчисления. И разрешается размножать, раздавать, дарить девушкам на день рождения. Или кому-нибудь еще, теща. Понимаете? Поэтому обратите внимание на это дело. Потому что эфирная динамика, ее в высшеме уже нельзя. Здесь я знаю. Ей уже занимается десятки тысяч человек по России. Понимаете? Ко мне приезжают из других городов. У меня книг уже практически не осталось. Ну только вот здесь не будем выпускать. Все, у меня вопросы. Сейчас вот так, товарищ сзади, больше. Один вопрос. Один вопрос. Да, пожалуйста. Вы знакомы с работой Голотова? Да, я у него ночевал на печке. Трое суток. Борис Васильевич. Да, то есть вы знаете, когда Голотова занимается динамика, который проводил транспутацию. Ну, понимаете, я знаю плохо. Потому что Голотов занятый человек. Вот стоит стол. И второй стол вот так. На этом столе, оставьте еды, бардак полнейший. Здесь у него тоже бардак. Но вот на таком расстоянии, перед машиной, он работает. И работает чуть-чуть, другое сутки. Но кто-то продолжал исследовать его уставу в комнате? Я не знаю. Это его спросите. Я не знаю. Понимаете, Голотов, ну, его биографию все знают, он страдальцем. Ну, значит, он в лагере получил возможность проводить опыты со всякими сварочными тростоматами и так далее. Вот, да. Он составил таблицу Меделеева с учетом изосфер. У меня этому делу посвящено, независимо от него, маленький парагон. А он проработал все варианты. Там тысячи с чем-то вариантов. Понимаете? То есть, по сути, дело в том, что вы сейчас показали, схему, схему с частицами, это была схема, то есть идея была, изначально Голотова. Слушай, это я не знаю. У меня приоритетность, вот говорят, что вот у нас проблема стоит. Кто первый и предъявил? Понимаете, у меня с ним противоречий нет. Все, я понял. Понимаете? А кто из нас впервые, и мне надо этим заниматься с чем? Слушай, вопрос. А почему вы не взяли в час себе на доклад? Вы же наше время берете. Меня никто не спрашивает. А вы просили? Нет, понимаете, я в последний момент узнал, когда этот доклад. Я думал, что меня вообще не помнишь. Нет, я подозреваю. Поэтому мы можем сделать что-то другое. Когда программа будет выполнена, давайте соберем все, кто хочет. Нам разрешат здесь еще посидеть часу. Я с удовольствием вам отвечу на часу. У меня нет вопросов. Пожалуйста, у меня нет вопросов. У меня время будет ограничено. Люди придут с обеда. Владимир Владимирович, я предложу изменения. Ваше дело уже сделано. Так, только здесь мне прийти, если бы дуэли в коридоре. Вы придерживаетесь неорганической теории происхождения нефти? Так, еще раз. Вы придерживаетесь неорганической теории происхождения нефти? Да. Я придерживаюсь формулы Энглеса. В мире нет ничего, кроме диверсийся мотив. Это, по-моему, совершенно правильно. Все остальное из этого. Понимаете, не от Господа Бога, и не от органической химии. Ну, все-таки, все такое. Что, я ответил? Нет, не ответил. Думаю, что. Остальное было в кулуарах.